страшная история на ночь банное чучело расскажу-ка я вам пожалуй про старую баню ехали мы как-то раз с другом вот по этой проселочные дороги рядом тут дальше по прямой находилась вот такая вот деревня с виду не скажешь что очень так похоже на деревню зашли мы в принципе в дом осмотрелись но пригласил мне в общем а за кружечкой чаю пригласил у меня в принципе за кружкой чая мы выпили посмеялись вот и так сказать посмеялись мы выпили чай посмеялись затем затем мы пошли дальше заметили на пороге вот такой вот старый дом не очень так скажешь что очень похоже на дом выглядит она довольно жутковато ну ладно не суть пошли мы в принципе дальше на великах если честно вот ехали мы в принципе кататься вот ехали мы значит дальше вот по проселочной дороге ехали мы ехали дальше и дальше далее увидели вот такой вот дом не скажешь что дом но проехали в принципе мимо него проехали его не не такой и серёга что это за дом он не отвечает да здесь раньше старая банька была далее ехали мы дальше тут видим вот такой вот дом серёга а что здесь раньше было спрашиваю я он отвечает да здесь как-то когда-то раз жила бабка она рассказывала тут рядом была банька вот примерно вот такая вот была банька не скажу что очень похоже на баню так вот здесь живет чучело стоп 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 серёга какое чучело в чем-то говоришь какой чучело здесь жила здесь в этих вот таких вот банях не только живет чучело я говорю проехали зашли мы в принципе баньку не скажет очень хорошо похоже на баню но в принципе попариться слегка так сказать можно серёга отвечает эй стой надо же спросить сначала разрешение на помывку я отвечаю у кого у того самого чучело что за чучело отвечаю я она если не спросить разрешение на помывку он засунет в печку а потом ошпарит кипятком не говорю что ты такой говоришь не знаю никакого не знаю никакого там такого чучело он отвечает потом ладно потом расскажу в принципе потом расскажу сели мы в принципе с ним на скамейку я сидел справа а он слева наверху я говорю наш давай сама попаримся говорит ну давай в принципе можно залили мы в принципе кипятка каменку не скажет очень было похоже на каменку но вот примерно он так вот выглядела я говорю ну он серёга отвечает стой значит перед тем как зажечь печь каменку надо положить туда камни и мы пол я положил камни и начинали париться серёга взял веник а я с трудом залез наверх он взял тазик налил тазик горячей воды и скинул и взял тазик с кипятком и облил каменку я сидел наверху а он снизу и говорю капец как он горячий капец какой горячий как жарко так вот дальше что происходило естественно в бане я так сказать лежал наверху на этой ну не лежал так сказать а лежал на этой вот так сказать скамельки или как она там называется лежал я в принципе они не говорю серёг давай возьмешь веничек не по спине побери веником да будет гораздо лучше он отвечает нет 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 сначала чтобы взять веник на спросить самого чучело не отвечая кто он такой как он выглядит он выглядит примерно вот так вот страшная лохматое чучело покрытое волосами худое и страшное выглядывает из из каменки выглядывает он за каменкой наблюдая за тем как мы паримся я говорю каком смысле кто как он кто он такой что он здесь делаешь но здесь забыл серёга что он здесь забыл серёга отвечает это его место и он здесь живет он живет в банях или местных других местах я отвечаю может давай в принципе попаримся давай возьму камень давай возьму кипятку и в печку закину кипятка говорю не принц серёга отвечает не в принципе жарко тут принципе кипятка будет достаточно я отвечаю в каком таком смысле давай побольше шусь кипятка он отвечает а серёга отвечает нельзя так много кипятка наливаться это может разбудить его кого и чучело и тут раздался громкий скрип в баню я отвечаю где-то зашел в нашу баню кто это серёга отвечает это она кто чучело я отвечаю слышишь как она поскрип его поскрипывает дверями слышу слышу не обращаю внимание давай просто попаримся спокойно и я отвечаю не а я хочу выйти отсюда серёга отвечает нельзя пока что нельзя пока выйти я говорю как он вообще как он вообще мудрился в этот баню зайти а серёга отвечает я не буду повторять тебе по сто раз он здесь живет капец она походу здесь рядом она уйдет вот и конец тут со этой самой страшной истории про банной чучело